Конец недели. Дежурная аптека на Интернациональной. На полу уже привычная разметка о на лицах фармацевтов маски. Чего не скажешь о каждом посетителе. Да и в списках покупок желудочные капли, обезболивающие тонометры. Ажиотажа на антисептические препараты и средства защиты, как было весной, говорят провизоры, не наблюдается. На полках всегда можно увидеть маски и дезсредства. В аптеках сейчас в наличии имеется достаточно широкий ассортимент масок, масок-повязок, как многоразовых, изготовленных из марли, так и из материала тканевого, который можно в дальнейшем использовать, либо одноразовые маски. Также в наличии в бесперебойном количестве всегда имеются антисептические средства. Это разных объемов, от 100 мл до литра. Цена на одноразовую маску 80 копеек, на многоразовые до рубля 70. Стоимость антисептика зависит от литража. За 100 мл просит 2 рубля, а за литр знаменитых чистых ручек 8. В наличии и некогда дефицитный парацетамол. Такая же ситуация и в госаптеке на Минской. В наличии имеется достаточное количество антисептических средств для обработки рук, а также оборудования и полов мебели. Также в достаточном количестве имеются маски. Маски как одноразовые, так и многоразовые марливые, повязкие, хлопковые. В конце прошлой недели на полке белорусских аптек начали поступать экспресс-тесты на коронавирус. Это полоски, с помощью которых можно самостоятельно определить результат и узнать наличие антител, если человек перенес инфекцию бессимптомно. Если буквка С, М, Ж, если все проявляются, значит больны ковидом. Если не проявляются, здесь все написано, значит заболевания нет. Стоимость теста от 27 до 33 рублей. В Бобруйске отмечают фармацевты их смели за считанные дни. К слову, если покупной тест показал положительный результат, следует обратиться в поликлинику по месту жительства или в Центр гигиены и эпидемиологии. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.